Здравствуйте! В Институте космических исследований завершился форум молодых ученых. На протяжении десятилетий Институт остается генератором космических идей. Молодые ученые Максим Макраусов и Антон Санин даже были удостоены премии президента за разработку космического телескопа Лэнд. Конференцию молодых астрофизиков посвятили грядущему Дню космонавтики. Конференция проводится в целом по шести направлениям. То есть это исследования Солнечной системы как таковой, скорее плазменные исследования, чисто теоретические исследования в разных областях, астрофизика, то есть дальний космос, планетные исследования и мониторинг Земли из космоса, а и приборостроения. В Амурской области возле города Свободный идет строительство первого гражданского космодрома. Планируется, что беспилотные старты начнутся отсюда через два года, а в 2018-м с космодрома Восточный отправятся на орбиту и пилотируемые корабли. Новая экспедиция КНКС стартовала с берегов реки Зея, с Таежного космодрома Восточный. Так будут начинаться выпуски новостей через несколько лет. Это уже не кажется фантастикой. Фундамент для космического будущего России почти готов. Огромный котлован — будущий газоотвод стартового комплекса. Тонны железа и бетона при пусках ракет должны сотни раз выдержать огромной температуры и ударной нагрузки. Стартовый стол, трамплин для большого прыжка во Вселенную возводят в три смены. Сейчас на стройке 4000 человек. К лету будет в два раза больше. Приступили к своевременной строительству стартового технического комплекса. Также строятся промышленные площадки. Станция «Промышленная-1», «Промышленная-2». Промышленная эксплуатационная база космодрома строится. И строится вся обеспечивающая, обслуживающая инфраструктура. Продираясь через тайгу, путейцы ведут стальную магистраль в небо. Строим космодром! По этим путям на стартовый комплекс отправятся готовые к полету ракеты. И по старой байконурской традиции, наверняка на рельсы подтяжеленный состав положат монетки на счастье. Старые традиции на новом месте не меняют. Что раньше здесь запускали военные ракеты, то это я знал. А что именно в мирных селях будет использовать этот космодром, это, конечно, большое плюс. Когда пять лет назад было решено закрыть военный космодром свободный, здесь на время остановилась жизнь. Но вскоре появилось новое название – «Восточный» и «Новый смысл» – стать мирным современным космодромом. Параллельно с созданием технологической инфраструктуры, а может быть даже опережающими темпами, нужно будет решать проблемы социального характера. Здесь должен быть построен совершенно новый, современный, комфортный во всех отношениях город. Комфортный для людей, которые здесь будут жить и работать. Так выглядел будущий космопорт пять лет назад. Только бурелом и первый колышек. Так начинались работы полтора года назад. А теперь это главная стройка Дальнего Востока. По масштабам почти легендарный БАМ. Бывшему гарнизону Углегорску предстоит стать новым наукоградом. С населением под 40 тысяч человек. В конце года начнется строительство большого микрорайона. Приток населения сюда уже начался. Мы очень серьезно и много говорим о том, что космодром, он экологически не опасен для жизни людей. Здесь нету опасных и вредных производств. Здесь нету производства и хранения токсичных компонентов ракетных топливов. Как уверяют экологи, тайга от космодрома не пострадает. Знаменитая королевская ракета «Союз», вернее, ее современная модификация, экологически чистая ракета. Более того, большую часть пути до орбиты «Союза» полетят над океаном. Новый космодром «Восточный» предполагает создание нового ракетоносителя. Может быть, даже не одного. Топливо, используемое в этом ракетоносителе, будет экологически чистое. Поэтому районное падение, которое мы будем отводить, согласование с местными органами власти, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывает. Команду «Ключ на старт» осталось ждать недолго. Когда ближе к маю, в тайге растает снег, строительство пойдет гораздо быстрее. Но уже сейчас можно увидеть масштаб этой грандиозной стройки. На карте России вскоре появится новая космическая столица. Весь март астрономы высокогорной обсерватории в Архизе изучали большую комету Панстарс, заглянувшую в окрестности Земли. Открытая пару лет назад комета из-за своей яркости получила статус «большой». Ее хорошо видно было даже невооруженным глазом. Если рассматривать полностью структуру кометы, то есть хвост, кома и ядро, то размеры у них бывают большие, вплоть до размеров Солнца, сопоставимые с размерами Солнца. Эта комета по сравнению с другими, которые были в последнее время, достаточно яркая для того, чтобы полюбоваться ею вдоволь. Мы должны иметь в виду, что кометы, каждый раз, возвращаясь к Солнцу, они теряют часть своего вещества, и поэтому каждое следующее их появление, оно в некотором плане может оказаться менее эффектным, чем предыдущие. Правда, в Центральной России наблюдением помешал мощный снежный циклон. Однако любителям звездного неба не стоит огорчаться. Осенью к Земле подлетит еще одна большая комета. По мнению ученых, это будет самая яркая хвостатая гостья 21 века. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!